30-е годы прошлого века. Гигантские стройки. В Москве в рамках сталинской реконструкции планируется глобальное изменение. На Красной площади сносятся верхние и средние торговые ряды, и на их месте возводится здание Народного комиссариата тяжелой промышленности. Один из конкурсных проектов осуществили братья Веснины. Четыре гигантских башни в несколько раз выше Кремля. В процессе конкурса их форма видоизменялась, но не менялась суть. Вы можете представить Москва-Сити на месте современного ГУМа, чтобы отдаленно понять, как это могло выглядеть. Признанные лидеры конструктивизма, братья Веснины, выступили с манифестом. Впрочем, таковым был каждый проект конкурса на постройку здания Наркомтяжпрома. И хотя возвести его было не суждено, проект Весниных впечатляет. Сложно поверить, что здание, которое находится за моей спиной, было построено главными пропагандистами функционализма в архитектуре. Но все когда-то с чего-то начинают. Алексей Щусев до революции был известен Марфом Ириинской обителю на Большой Ордынке и его жемчужиной Покровским храмом, а после Мавзолеем Ленина. Первые работы Весниных тоже в русле тенденций начала 20 века, когда после эклектики модерна зодчие стали возвращаться к истокам и творить в стиле, получившем название неоклассицизм. Ушастые колонны, означающие ионический ордер, столь любимые жителями Эллады. Полосатые рустованные стены первого этажа, перекочевавшие из Древнего Рима в Ренессансную Италию, а уже оттуда к нам. Машикули. Вы не знаете, что это такое? О, это очень просто. Взгляните на карниз. Вы видите под ним ряд выступов, этаких каменных наростов. Это и есть машикули. Правда, я встречал и другие названия, лопатки и даже сухарики, особенно применительные к церковному зодчеству. Французский глагол маше. Бить, разбивать. Словом коль раньше обозначали шею, сейчас это произносится как ку. Бить в шею, бить в воротник, бить в голову. Интересное название для архитектурного термина. Это навесные бойницы, неотъемлемая часть многих средневековых крепостей. До изобретения бастионной системы, согласно которой, кстати, построена Петропавловская крепость, под стенами были мертвые зоны, недосягаемые для осажденных. Вот для покрытия таких мертвых зон и служили машикули. Из них можно было кинуть камень прямо на голову противнику. На Руси такие бойницы назывались варницами, потому что из них поливали врага вареной, то есть кипящей смолой. В 19 веке, в эпоху романтизма, когда готика и средневековые замки стали дико модными, машикули перекочевали в гражданскую архитектуру. Но, конечно же, никто уже не собирается оттуда лить на вас кипящую смолу. Вот такой яркий образчик древолюционного неоклассицизма братья Веснины возвели для одной из главных древолюционных фигур Нижнего Новгорода Дмитрия Сироткина. О нем мы поговорим буквально через здание. И кто бы мог подумать, что пройдет всего ничего, и они встанут в один ряд Скорбюзье, который провозгласил дом, машина для жилья. Правда, даже не все новаторы соглашались с этим тезисом. Нам сейчас сложно представить войну, развернувшуюся на страницах журналов, которую вела Аснова, Ассоциация новых архитекторов, возглавляемый Николаем Ладовским, против ОСА, Объединение современных архитекторов, возглавляемый Моисеем Гинсбургом и как раз таки Александром Весниным. Он ратовал за первоочередность функции и конструкции. Отсюда название стилей, функционализм и конструктивизм. Ладовский был не столь категоричен в выборе художественных средств. Но финал всему положил Иван Владиславович Жалтовский. Его совершенно не волновали постреволюционные бури авангарда. Он и до 1917 года болел Древним Римом и после. В 1934 году он построил знаменитый дом на Маховой, который поставил крест на всех устремлениях конструктивистов, и обозначил очередной поворот к имперской архитектуре. Недаром его назвали гвоздем в гроб конструктивизма. Виктор Веснин заявил, что его нужно выдернуть, но не тут-то было. Восторжествовал сталинский ампир. Архитектура в который раз вернулась к основам основ, правда переосмысленных строителями коммунизма. Для Весниных классика стала дверью в мир большой архитектуры. Вот здесь, в угловом доме, который мы бы сейчас назвали градообразующим объектом, у них был мощный старт. Но именно классика подрезала их творческие крылья, которые хотели порхать над утилитарными зданиями, а не над сталинскими высотками. И если в Москве мы говорим Веснины и подразумеваем конструктивизм, то в Нижнем Новгороде только классику, о которой вы сегодня знали чуть больше благодаря проекту Нижний с перцем.